Кроме курса рубля и мировых цен на нефть в России сейчас также активно обсуждают надвигающуюся эпидемию гриппа. Как защититься от вируса, говорили сегодня в Минздраве Республики. Эпидемия гриппа в России в этом году начнется раньше, чем обычно, заявила на днях министр здравоохранения страны Вероника Скворцова. Кроме того, почти у половины заболевших сейчас фиксируют вирус АН1Н1, более известный как свиной грипп. Именно он в 2009 году посеял панику по всему миру. Случаи заболевания зафиксированы и в Чувашии. Уже во второй декаде текущего года при лабораторных мониторингах и исследованиях больных острыми сепаратурными инфекциями у пятерых больных уже было подтвердено, у них определён пандемический вирус АН1Н1 2009 года. Но с 2009 года прошло 7 лет и работу над ошибками успели провести. Все медицинские организации, наверное, начиная с 2009 года, когда впервые мир столкнулся с такой пандемией, АН1Н1 инфекция уже рассчитывает запасы противовирусных препаратов, защитных средств, исходя из тех методических рекомендаций, которые были изданы по следам этой пандемии Роспотребнадзором Российской Федерации. Поэтому в целом хочется сказать, что в принципе мы готовы. Самый действенный способ защиты по-прежнему – прививка. Как показывает анализ летальных случаев в нашей стране, зарегистрированы летальные случаи от осложнений гриппа только у непривитых лиц. Поэтому вакцинация против гриппа до сих пор является одним из самых действенных мероприятий по профилактике гриппа и респираторных заболеваний. Хорошие новости. В этом году прививку получили 30% жителей республики. Плохие новости. Если привиться сейчас, иммунитет выработается только к началу марта. Тем, кто не успел, советуют реже бывать в местах скопления людей, чаще мыть руки в случае необходимости носить защитные маски и главное – не заниматься самолечением. Если у вас резко поднялась температура, ломит суставы и мышцы, появился кашель и головная боль – сразу к врачу. Если обратиться вовремя, этот вирус хорошо лечится. Ольга Пыричкина, Сергей Рябчиков, Республика.